Уважаемые коллеги, уважаемый Виктор Борисович, фракция КПРФ считает, чтобы осуществить модернизацию российской промышленности, обеспечить ее переход на качественно новый уровень, нужны политическая воля и продуманная государственная промышленная политика. На наш взгляд, ни того, ни другого пока в полном объеме нет. Хотя именно на Министерство промышленности и торговли возложены функции по выработке государственной политики в сфере промышленного комплекса. Да, министерством реализуются 10 отраслевых программ, несколько программ в стадии разработки, но стратегии, конечно, важной, но далеко не единственной из механизмов реализации промышленной политики. В письменных ответах на вопросы депутатов вы, Виктор Борисович, с одной стороны признаете целесообразность законодательной кодификации всех составляющих промышленной политики, а с другой делаете вывод о том, что, цитирую дословно, в 2011 году отсутствует необходимость разработки отдельного федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации. Как это понимать, я просил бы вас в заключительном слове прояснить ситуацию. Далее. На наш взгляд, министерство несколько недооценивает одно из важнейших направлений модернизации – это техническое обновление материальной базы производства. В России износ активной части основных производственных фондов достигает по отраслям от 50 до 74%. Из полутора миллионов единиц технологического оборудования 75% эксплуатируется более 20 лет. Доля же оборудования со сроком эксплуатации менее 5 лет, которое можно отнести к современному, составляет менее 5%. В то же время коэффициент обновления оборудования низкий и не превышает денежным отношениям 1%. Так вот, прикинуть, если эти темпы сохранятся, то 100 лет нам надо будет обновлять наш парк технологический. В тяжелом состоянии находится отечественная станкоинструментальная промышленность. За коды реформ прекратили свое существование 42 крупных станкостроительных завода. По производству станков мы откатились с третьего места на 22 место в мире. В результате рынок станкоинструментальной продукции он еще более зависимый от импорта, чем продовольственный. В 2009 году потребности этого рынка только на 15% были покрыты нашим родным станкопромом. Кризис сильно ударил по отрасли. В 2009 году производство станков металлорежущих сократилось более чем на 36%. Кузнечно-прессовых машин почти на 40%. Деревообрабатывающих станков на 41%. Ну и так, одна цифра для сведения депутатов. С начала этого года выпущено у нас всего в стране 1400 металлорежущих станков. По проблемам станкостроения здесь, вот в Думе, проводились масса мероприятий. Наконец-то в правительстве появилась подпрограмма, внесена в правительство развитие отечественного станкопрома до 2016 года. Казалось бы, надо радоваться, но приходится плакать, потому что в бюджете на будущий год на эти цели запланировано всего 2,2 миллиарда рублей. Это на 180 станкоинструментальных предприятий и организаций, где занято 96 тысяч работающих. Фракция КПРФ неоднократно предлагала конкретные меры по модернизации промышленного комплекса страны. Мы считали и считаем, что прежде всего надо навести порядок в ценообразовании, в сфере естественных монополий, в интересах товаропроизводителей реформировать налоговую систему, стимулировать инвестиции и импортозамещение, в полном объеме финансировать федеральные целевые программы и государственный оборонный заказ, обеспечив его максимальное авансирование. Спасибо за внимание.